Перловая Поттериана. Фанатское произведение на тему Поттерианы. Автор D88. Ссылка на оригинальный источник в описании под видео. Часть вторая. А вообще в Хорватсе некогда скучать. Там постоянно что-то происходит. Например, на первом курсе Гарри с друзьями встретил огромного трёх уголовного пса, а потом победил тролля со зловонным рыком во взгляде. На втором курсе Василиск запал на некоторых учеников, и из-за этого были огромные проблемы. Гарри потом победил этого Василиска мячом Гордика Гриффиндура. Адам Болдор прислал ему на помощь Феникса Фокуса. Это происходило в тайной комнате, которую Салазарас Слизарин создал в девичьем туалете, когда поссорился с его другими создателями. На третьем курсе Гарри познакомился со своим дядей Сисиусом Бляком. Все считали, что Сисиус – сериальный убийца. Все думали, что он предал родителей Гарри, но на самом деле это сделал пидор Педдигри. Когда Сисиуса поймали, ему грозил поцелуй дементатора, но Гарри и Гермиона спасли его с помощью гиппогриба. Кстати, именно Сисиус подарил Гарри новую метлу – в сколах. Она ездила очень быстро, и в тот год сборная Гриффиндура победила кубок по Квиддичу и выиграла Слизарин. А на четвёртом курсе был турнир трёх волбешников, и в Хорватс приехали гости из Боботона и Дуршланга. А потом Гарри своими глазами видел, как при помощи пидора Педигри Вован-де-Морт воссал из мёртвых. Чтобы бороться с ним, Гарри на пятом курсе создал обряд Дамболдора и велел участникам спариваться в ручай-комнате для практики. А потом Гарри пришёл в Министерство Мании и вместе со своими друзьями боролся с ПМС. В той битве погиб Сисиус Бляк, единственный родственник Гарри Немагл. От этой мысли Гарри хотелось прыгать на стенку и отплясывать чечётку на потолке. Наконец поезд отъехал от вокзала и весело запрыгал на Рытвинах и Ухабах. Издавая своё протяжное ту-ту! Гарри смотрел в окно, за которым проносились разные пейзажи, как в детском фоне эндосклопе. Руны Гермиона тем временем снова обсуждали Виктора Крема. Виктор – это парень из Блогарии. У него кучерявые ноги, но он всё равно один из лучших игроков в квидрич. Он так хорошо летает на метле, будто родил на ней. В купе также ехала девочка с рыжими, как лунный свет, волосами. Это была Лжини Узили, сестра Рона. Единственное, чем она отличалась в своей семье, это тем, что она была девочкой. Лжини на пятом курсе, но её грудь была уже вдвое больше шестикурсницы, а её выступающая часть спереди вызывала зависть у всех парней. Чуть позже к компании присоединился ещё один их друг – Невил Лонгбатон. Невил – мальчик из зельеварения. Он сын известных мурокоборцев Френка и Алиса Долгопупс, которые сошли с ума из-за заклятия Крукшанкса. Невил был послушным мальчиком и постоянно терял свою бабу, но друзья его уважали, потому что он порядочнее всех слезаринцев вместе взятый. Ещё через некоторое время по коридору прошла женщина, в которой были сладости, а потом в купе вошёл зеленоволосый блондин Брако Малфой, весь увешанный своими громилами – Крабом, Голом и Паркерсом. Брако – наследник древнего Люциуса Малфоя. К тому же он самый популярный мальчик в Хорвате и просто известный дрочун. У него мальчик одна рожа и два ножа вместо глаз. А ещё он очень привлекательный. У него мускулистая кожа и спина, бугрящаяся бицепсами. И у него каждый день вешаются на шее какие-то бабы. Это уже почти традиция, что Брако ходит по поезду и всех обсырает. Вот и сейчас он начал обзывать Гермиону грязной и нечистокровкой, пока его не выгнали. Ведь Малфоя только притворяется крутым, а сам всё время прячется в попочку. Продолжение следует...